Добрый день дорогие друзья. Лахбамир Семех. У нас сегодня праздник очень большой и совпало это 9 мая. Тоже праздник победы. Что это за праздник Лахбамир? Наши мудрецы говорят, что у раби Акивы было 24 тысячи учеников. И случилась беда они начали умирать. И вот до этого дня до 32 дня Амера умерло 24 тысячи учеников. Это горе было невероятно. Можете представить 700 похорон в день в Иерусалиме. Хоронят и хоронят. И если бы это были простые люди не сведущие в Торе, они были именно мудрецами. Что же произошло? Талмуд говорит, что они не с должным уважением относились друг к другу. То есть все говорили правильно. Ни одной ошибки. Но есть мое мнение, вот оно правильное. Вот это все. То есть у Торы 70 лиц. Вот они выбирали свое мнение. Я считаю так. Все было правильно. Но так как не было уважения к другому человеку, случилась беда. И когда закончилась эта эпидемия, пишется, что вот назначили этот день большим праздником. До этого дня мы не имели права слушать музыку, потому что это все-таки траурные дни. А вот сегодня даже устраивают свадьбы и празднуют. И в Израиле люди занимают место даже за месяц, чтобы поближе подойти к горе Мирон. И празднуют этот праздник. Великий праздник. Раби Шимон Барьяхай сказал это вам не в траур. Вот этот мой ерцайт, он знал, что его ерцайт будет в этот день, в сегодняшний день. Будете праздновать. Вот так. Наши мудрецы говорят, что Раби Шимон Барьяхай добился прощения. То есть было вот это тяжелое время. И он за счет своих духовных усилий добился прощения для еврейского народа. И был еще такой мудрец Рава. Он тоже стремился к тому, чтобы добиться этого прощения. Вот поэтому и так празднуем. Глава сегодняшняя называется Бегар. И там есть хесед. То есть заповедь любить ближнего, помогать ему. В общем и пример приводят такой. Берут из Станаха книга Руд. Были люди такие. Авимеллах. И у него два сына Махлон и Кильон. В общем они уходят из-за тяжелых ситуаций в Иудее. Уходят они жить в другую страну. И берут они двух невесток к себе. Одну звали Руд, другую Орпа. Они были дочерьми царя. Царя Моавицкого. И это были непростые люди. Эти две невестки. Они были внучками царя Иглона. А Иглон был внуком Балака знаменитого. У нас есть глава Балак. В общем случилось такое горе, что они начали умирать. Умер сам Авимеллах. Умер Махлон. Умер Кильон. Остались две невестки. Остались две невестки. Эти девочки. И на Аме осталась женщина. Жена Авимеллаха. Мать умершего Махлона и Кильона. И она говорит, девочки идите домой. У меня нету больше сыновей. Несколько вас выдать замуж. Идите домой. Они плакали, плакали. Одна говорит, Орпа, я ухожу. И ушла. А Руд говорит, нет. Она говорит, куда бы ты ни пошла, туда я пойду. Где ты заночуешь, я там заночуешь. Будешь страдать, я буду с тобой. Что бы с тобой ни было. Где ты умрешь, там я умру. И говорит, твой народ, мой народ. В общем, полный хэсет. И в общем, величайший хэсет сделала для своей свекрови. Приходят они в страну. Им фактически, что ей уготовано? Бедность уготована им. И она все равно свекровь не бросает. Поступает, делает все, что говорит свекровь. Она в конечном итоге Всевышний ей подарил. Она выходит замуж за главы поколения, за Бааза. В общем, он на ней женился. И Всевышний подарил. Она одну ночь с ним переспала. И родился у них Салман. Салман родил... Салман родил Аведа. Авед родил Ишая. И Ишая родил Давида. И вот у нас теперь есть царь Давид, от которого и произойдет будущее Машеях, который придет спасти еврейский народ со Всевышним. Мы желаем, чтобы это случилось поскорее. И дай Бог, чтобы мы это все заслужили. И всем я желаю всего самого наилучшего. Всем браха Парнасакова нам мазал то, что мы это время не грешили. Учили Тору. Всем желаю крепчайшего здоровья. И до следующих встреч. Надеюсь, нас состоится завтра в 15 часов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok